Samsung только что анонсировала свои новинки, среди которых новый флагман S24 Ultra, S24 и S24+. Мы проследили за презентацией и потрогали новинки своими ручонками, так что сегодня расскажем о том, как прошла презентация и поделимся первыми впечатлениями от новинок. Ну, все-таки была возможность. С вас лайк и подписка, с вами Илья Слейт, поехали! 17 января прошло очередное мероприятие Galaxy Unpacked, на котором Samsung представил сразу несколько устройств. Главное, что было на презентации, это, конечно же, выступление BTS. Шучу, конечно, нет теста зума от мистера Биста. Нет, опять шучу. Началась презентация с акцентом на нейросети, прям сразу, а именно на Galaxy AI. Нейронки в данном ивенте занимают главное и самое важное, наверное, место, потому что по начинке смартфоны у нас все и так топовые, а решает развитие технологий тот, кто, собственно, гработно и круто эти самые нейронки внедряет. Посмотрим, получилось ли у Samsung. Galaxy AI собственный набор нейросетей Samsung, которые внедрили прям глубоко в оболочку в самых разных и интересных кейсах. Эти самые нейронки полностью защищены NOX, по заверениям Samsung, и нам обещали 7 лет обновлений безопасности. Не факт, что на новой ультре мы увидим 21-й Android, но обновление безопасности, чтобы из нейронов ничего не улетело, мы, скорее всего, получим. И вот нам сходу показывают S24 Ultra, и акцент смещается на новую нейронку. Нам даже не успели показать цвета и внешний вид, но как бы окей. Зато новая нейронка умеет переводить разговор с другого языка прямо во время звонка, и аудио, и текстовым вариантом. Можно смотреть на экран, а можно говорить на другом языке. В этой фишке русский язык пока не поддерживается, но обещают завести в ближайших обновлениях. А в целом есть поддержка 13 языков, обработка происходит прямо на самом смартфоне непосредственно. Помимо режима звонков есть режим живого перевода, когда вы подходите к прохожему, телефон у вас в руках, но это мы уже видели в некоторых других сервисах. Здесь же это работает нативно, из коробки, и реально круто. К этому самому переводу добавляется и живой перевод чатов при переписке с помощью клавиатуры Samsung. Текст, который вы печатаете, на лету переводится на другой язык. Приятно. Вопрос, в каких приложениях перевод сообщений чата будет работать именно таким образом, каким нам показали на презентации. А так в целом, конечно, в сообщениях смски отправлять прикольно. Причем база переводчика идет от Google, так что качество перевода обещает быть хорошим. Apple здесь рядом не стоит. Из фотографий теперь можно делать стикеры или реакции в чате легко и просто. А текст, который вы пишете, можно изменять стилистически. То есть выбирайте, он будет как для поста или как для деловой переписки, или это вы пишете своему другану, или бате нужно черкануть. И вот это, кстати, уже работает на русском языке и довольно неплохо. То есть выбирайте вашу заготовку текста, например, на пост в Интеграм. Да, написали что-нибудь. Я сходил, покушал кашки, кашка была очень вкусная. Выбираете изменение стиля, и нейронки предлагают различный вариант написания этого самого текста. Включая прописывание хэштегов каких-нибудь там, или написание третьего лица, все что угодно. Причем вариантов предлагается прям много. Galaxy AI теперь помогает еще и в Android Auto. Например, автоматически подцепляет геолокацию из чатика, если вам что-то прислали. Ну, типа, езжай сюда, тык, и поехал. Или автоответы на сообщения, которые вы получаете, чтобы не отвлекаться за рулем. Что-то он там вам поможет ответить, если что. Но самый главный прибамбас из всех этих нейронных сетей, которые представила Samsung, это конвертация речи в текст и автоматическое сокращение записанного. То есть, приходишь на лекцию, и прям можно целиком записать ее от начала до конца, и автоматически получить выжимку в виде каких-нибудь там 4-5 страниц текста. Или меньше, как захочешь. Этот же самый текст, или любой другой, можно теперь загнать в стандартное приложение заметок Samsung. Кстати, очень удобно, я им до сих пор активно пользуюсь. И структурировать неоформленный текст с выделением заголовков, пунктов, составлением списка, табличек. И это все происходит автоматически, делается красиво. Русский язык поддерживается, и включая, собственно, это самое сжатие текста с сохранением содержания. И это работает на русском языке. На Pixel, например, с русским языком похожая система не работает. А здесь она проявляет себя прям отличным образом. Часть этого функционала, конечно, есть уже давно, вы скажете. Я прямо сейчас могу с клавиатуры печатать текст ваши заметки. Но здесь, опять же, одной кнопкой, нативной, с сокращением содержимого, насколько тебе хочется, и до оформления его, до красивого вида. Язык при этом не суперроботизированный, и не похоже, как будто его только что вытащили из ChatGPT. Такой живенький. Также Samsung объявила о очень плотной коллаборации с Google, включая объединение команд и работу над внедрением новых функций с искусственным интеллектом. Все те фишки, что я перечислил выше, были сделаны именно в партнерстве с Google и их нейросетью Gemini. Они же представили обновленную систему поиска Google Search, которая совместно с Gemini теперь позволяет искать информацию с жестом. То есть ты прям зажимаешь кнопку домой или зажимаешь панель вызова многозадачности и выделяешь пальцем то, что хочешь рассмотреть повнимательнее в интернете. И он тебе сразу находит похожие запросы с опознаванием предметов, машин, котов, таблиц, вещей, все что угодно. Работает это все нативно из любого приложения, при этом не нужно делать скриншот, потом его открывать с помощью Google Search. Забудьте, зажали, обвели, все, результат уже у вас на экране. И это работает везде, через всю оболочку, через любые программы. Вот это прям реально хорошо, вот поквалю. Также с помощью нейросетей теперь можно создавать обои с помощью нейронок, а-ля Pixel, они там тоже так умеют. Тоже вводишь текст по шаблонам, он тебе подбирает различные красивые изображения, создавая их собственно с нуля, с помощью нейросетей. Обои на экране блокировки можно анимировать всякими эффектиками, типа снежочка или дождичка, если у вас геолокация доступна, то он прям по ней смотрит погоду. И если вы поставили картинку там какого-нибудь вашего любимого футболиста, то на фоне него будет идти снежок, если у вас снег. Но Galaxy Eye также очень круто прокачался в плане фотографий, несмотря на камеры, о которых мы поговорим позже. Теперь объекты на любых снимках из вашей галереи можно выделять или удалять, например. А если на стимке, например, часть вашего лица немножечко подзажалась, то можно фотографию кадрировать таким образом, чтобы она дорисовала окружение, в том числе ваше лицо. И это, конечно, странно. Но если фотка прямо запоролась, он ее может спасти. Также появилась дорисовка кадров. Если у вас ролик снят в 30 кадров в секунду, например, или вы сняли какой-нибудь slow-mo и хотите его еще сильнее замедлить, просто зажимаете палец во время воспроизведения, и кадры автоматически дорисовываются нейросетями, повышая таким образом фреймрейт. Также улучшили Samsung Health, отслеживание показателей здоровья. Про это была отдельная часть презентации, и там ничего интересного. Как я уже и сказал, самое интересное это BTS и MrBeast. На самом деле, акцента на смартфонах было очень мало, поэтому теперь перейдем к нашим эмоциям от первого опыта взаимодействия с новинками. Ибо мы их пощупали. S24 Ultra. Говорить о том, что смартфон стал выглядеть прямо по-другому, конечно, не приходится. Обновление, скорее, минорное. Нижняя грань теперь полностью плоская. Задняя панель практически не изменилась. Скругления стали чуть менее явными, но изменения нужно буквально прямо под лупы разглядывать. Новые цвета, среди которых титановый серый, да, вы все поняли отсылку, это цвет модный, типа необработанный металл. На самом деле, как я понял, из настоящего титана там только рамка, но смотрится прикольно. Есть еще желтый титан и фиолетовый. Тоже смотрится симпатично, цвета такие мягкие, интересно. Приятно, что экран больше не имеет скосов по краям, он стал плоским, никаких водопадов больше нет. Учитывая габариты, пользоваться им за счет этого стало прям проще. Сам экран стал ощутимо ярче, теперь пиково-ярко застигает аж 2600 нит. 6,8 дюйма, QHD+, AMOLED, адаптивные 120 Гц. Рамки, кстати, стали тоньше, и это прям очень хорошо. Вообще, им прям приятно стало пользоваться, и он реально лучше лежит в руке. Спереди прочная Gorilla Glass, но поколение, так что царапку он в принципе бояться не должен. Говоря о чипе, логично видеть здесь Snapdragon 8 Gen 3, который уже появлялся на некоторых китайских смартфонах. Про один из них, кстати, мы скоро выпустим ролик. Конечно же, в случае Samsung'а чип работает на чуть больших частотах наверняка, так еще и нейропроцессор здесь прям чуть ли не важнейший апгрейд. Именно благодаря ему фотки улучшаются на лету, объекты удаляются и перемещаются, текст сжимается и изменяет свой стиль. Производительность нейронной обработки выросла аж на 41%. Ну, это круто. И, в принципе, только улучшение и дорисовка фотографий работает через сеть, все остальное работает оффлайново, как я понимаю. Поэтому, вау, скорость обработки нейронных запросов была достаточно высокой. В ДНК-х игрушек на презентации появился, конечно же, аппаратный рейтрейсинг, который на ПК-т нужен не всем, и не все его замечают и видят, а мощи нужно, будь здоров. Но красивое. Появилась более сложная и продуманная система охлаждения, нужно тестировать, но обещают, что типа троттлинга не будет прям вообще. Надо тестить. Камеры выросли заметно, основной сенсор теперь аж на 200 мегапикселей, зачем, куда, ну окей. Два телевика, телевик один просел с 10-кратного зума на 5-кратный, на 50 мегапикселей, 10х теперь добивается нейронками. Второй телевик на X3, на 10 мегапикселей, ширик на 12 и, конечно, куча нейронок сверху. Видео в ваших любимых соцсетях теперь, если вы ведете съемку напрямую прямо с приложения, записывается нормально, включая адекватную стабилизацию изображения. И также появилась поддержка выкладывания постов HDR. Прикольно. Фирменный QuickShare Samsung теперь работает со всеми Android-смартфонами, но в принципе и сейчас обмен с окружением там есть и тоже работает нормально. Но QuickShare может еще с компом быстренько, так что если что, учтите. И знаете, что круто, что вот эти все фишки, которые я перечислил, впервые появились на Samsung, а не на Pixel. И это говорит о том, что главный Android-флагман это все-таки скорее 24 Ultra, нежели Pixel 8. И все софтовые фишки делаются в первую очередь для этого аппарата, даже то, чего нет у Pixel, тех же обведений объектов и мгновенного поиска или изменения стиля сообщений. Кстати, интересный факт, если фотография сделана с помощью нейронок, там будет вотромарочка, чтобы если что, да, и в метаданах будет написано, что она с нейронными сетями изменена. Не обманешь никого. Цены можете посмотреть перед своими глазами. Они, конечно, заоблачные, естественно, флагманы все дела. S24 Plus, в отличие от Ultra, так же как и S24, получит уже алюминиевый корпус вместо титана. Цена там будет меньше, от 1000 долларов в случае S24 Plus и от 800 в случае S24. Цвета там, если честно, поприятнее, посимпатичнее и поярче. Но там же кроется и потайной минус. Это отказ от Qualcomm процессоров на низких линейках. Получается, S24 и S24 Plus будут иметь Exynos со всеми вытекающими. Нужно тестировать, понять, лагает он, не лагает, потому что ведут они себя достаточно странно. Нужно тестировать, будьте внимательны. Но отдельно отмечу, S24 обычный. Он прям и по размерчику, и по граням, которые стали еще более острыми, произвел впечатление. В синем цвете прям пушка. И да, вот мы видим, что никаких революций в плане железа не произошло. Просто отличная итерация уже и так хорошего смартфона. Не хватает жизни от батарейки, потому что опять целый день зарядки и до свидания, спасибо. Аккумулятор там стандартного размера. Клево, что залезли и починили наконец-то работу с запрещенными соцсетями и вообще сторонней записью видео. Это круто, потому что давно этого не было. И попробуй найди Android-смартфон, который нормально записывает изнутри приложения запрещенного. Вот-вот. Так что в целом, это презентация не новой линейки Самсунга, а скорее Galaxy AI и того, что они вместе с Google делают очень прикольные и интересные штуки. По тестам подробнее в полном обзоре. Ждите на канале. Ставьте лайки, если видео понравилось. Как вам презентация, как вам новые смартфоны. Пишите в комментариях, будет интересно почитать. А с вами был Илья Слейд. Всем удачи, хорошего дня, хорошего настроения. Скоро увидимся. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok